В Краснодарском крае набирает популярность мобильная приемная губернатора. Она создана по поручению Вениамина Кондратьева для оперативного реагирования на адресованные главе региона обращения кубанцев по реализации, защите, восстановлению их прав, свобод и законных интересов. 6 августа Северский район посетила мобильная приемная губернатора. Жители муниципалитета смогли задать интересующие вопросы, рассказать о проблемах и получить соответствующие рекомендации, разъяснения и помощь. Специалисты из краевого центра подробно разбирали каждое обращение с представителями администрации района и поселений, а также специалистами служб и ведомств муниципалитета. Я квартальная улица Калинина. Наша Калинина приметает улицу Комсомольска через речку. И многие из Комсомольска всегда проходят и в садике, и на остановку, и в вокзал, и в школу, и в магнит. Вот там же я обратился по поводу ремонта этого места. Чего вы ожидаете от подобных встреч? Ожидаю улучшения. Так как сделали мост по Петровской, так ожидаю, что этот мост будет в скором будущем, даже в ближайшее время. Будет отремонтировано. А вообще в целом обстановка в станице, насколько идут изменения, зримые и незримые? Ну, видимо, изменения идут. Станица как бы с каждым днем лучше и лучше становится. Сквозь травы, ведутся ремонты по тротуарам, ведутся травы. Вот, в частности, вот так. Ну, парк у нас всегда красивый был. Вы видите эти изменения. Хорошо организовано все здесь. А чего вы ожидаете от приема? Ну, как бы, исполнение своему вопросу. А какой у вас вопрос? Водоснабжение микрорайона Сакли. Даже пообещали, в сентябре будет там вода. Можно будет технические условия дать. Скажите, пожалуйста, что там меняется в вашем поселении, вообще в Северском районе в целом? Вы ездите, смотрите? Да, очень. И у нас хорошо меняется. У нас такую красивую площадку построили. В Азовской, да? Да, в Азовской детскую, большую. Дороги делают. Просто узнала, что можно прийти и что-то попросить, как бы, напрямую. Это очень важно. Потому что, действительно, существуют определенные проблемы. Я, как уже говорила, переехала в Северскую станицу 6 лет назад. И очень нравится здесь свежий воздух, хорошая природа, очень хорошие соседи, гостеприимные. Поэтому, как бы, стала принимать активное участие в жизни улицы. Потому что у нас, на самом деле, на улице один из самых новых домов. Но многие дома уже достаточно старые. Там пожилые люди, которые не могут никуда выехать. И вот улица такая, что очень много воды при любом дожде. И поэтому, соответственно, хотелось бы, чтобы избежать вот этих подтоплений. Чего вы ожидаете от приема? Я ожидаю, что у нас почистят ерек, в который уходит эта вода. На самом деле, когда он расчищен, там убирается эта активная растительность летняя, там замечательно уходит вода. И любой дождь нам ничем не грозит. Обозначить проблемы, требующие разрешения, смогли в этот день несколько десятков жителей Северского района. По некоторым обращениям сразу были даны поручения. Так к главе района Адаму Джариму обратилась жительница райцентра Ольга Дорошенко с вопросом расчистки кювета по улице Киевской Подгорной. В течение дня ее просьба была решена. Кювет расчистили. Замечательно, очень быстро, очень эффективно, как говорится. Очень неожиданно. Не успела приехать, попросила. И вот уже реальная работа. Огромное спасибо всем, кто приложил усилия. Потому что это очень важно на самом деле. У нас улица очень низкая. И на улице живут очень много пенсионеров, людей пожилых, у некоторых ограниченное движение. И на самом деле любой безобидный дождик грозит тем, что у них может вода попасть в дом. Как представительница своей улицы, пойти попросить за этих пожилых людей, моих соседей, за которых я очень переживаю искренне. Поэтому спасибо вам большое, что так все быстренько, эффективно двигается. И я надеюсь, что нам теперь никакие ни дожди, ни ливни, ни, не знаю, какие-то непогоды нам не страшны. Так что спасибо большое еще раз. Всего в мобильную приемную губернатора поступило около 120 обращений. Наиболее частые связаны со сферой ЖКХ и благоустройства. Все вопросы взяты на контроль для их дальнейшего решения.